Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Вот сегодня я буду рассказывать вам, наконец-то я дошла до томатов-гигантов. Сегодня буду рассказывать вам о томатах-гигантах-сибиряках. О томатах, которые могут сформировать и плод более килограмма, и чтобы он вызрел в открытом грунте. Это, конечно, раньше казалось неправдоподобным, но сейчас есть сорта, которые дают нам такие плоды. Вот первым, конечно, у меня будет любимый праздник. Любимый праздник я выращиваю несколько лет. Есть летом видеообзоры про то, как он в грунте, как он выглядит. И все видели, что он невысокий, он не выше человеческого роста, мне, наверное, по плечу. Увешан буквально большими плодами. Если бы в прошлом году не побил нас град, то был бы очень хороший урожай. Но многие после града вот эти дырочки начали загнивать, и половину урожая пришлось выбросить. Все равно это очень продуктивный сорт. Сейчас я прочитаю о нем вам, что говорит производитель. Так, как бы взять, чтобы и вам было видно, и мне что-то было лучше. Пачка единственная, к сожалению, потому что она мне не нужна. У меня все семена свои. Но именно, чтобы показать картинку, показать пачку и прочитать, что говорит производитель, я купила вчера специально для вас вот эту пачку. Томат крупноплодный, любимый праздник, новинка. Новый, среднеспелый, детерминатный сорт сибирской селекции с особо крупными плодами. Растение мощное, но высотой всего 80 сантиметров. Плоды пачковидной формы густорозового цвета, огромного размера, массой 900-1300 грамм. Прекрасно подходит для употребления в свежем виде зимних заготовок. Сорт характеризуется стабильно высокими урожаями вне зависимости от погодных условий. На 1 квадратный метр размещают 3 растения, выращивают в 2-3 стебля с подвязкой. Что нужно знать об этом сорте? Подвязка обязательно, потому что плоды очень такие тяжелые. Как? Ну ясно, что такой стебель, стволик их не выдерживает. В 2-3 стебля обычный уход за ними. Также вот у нас в коловой культуре мы колушку привязываем. Его общипывать осенью не надо, он обычно дорастает. Вот сорт детерминатный до 80 сантиметров. Я говорила, что он не выше, чем по плечу. Он такой, можно сказать, низкорослый сибирячок. Гигант сибиряк, он низкий, с крупными плодами. Плоды, ну тут написано почковидная, я не знаю, что это значит. Но они такие удлиненные формы, как более сердцевидные я их называю. Похож на любимый праздник, но более крупный. Прекрасно растет в теплице. Хорошо вызревает и в открытом грунте. Вот этот именно тот сорт. Если вы любители томатов, великанов, то этот великан у вас поспеет даже на улице. Даже в сибирском регионе. И сейчас этот сорт, он довольно-таки не как молодой, но несколько, может быть 10 лет, ему не больше. Я точно не знаю, когда его вывели. Но не такой, как бывшее сердце, которое знают все. Это вот можно сказать, как новинка сибирских селекционеров, то новинка, которая уже распространилась почти по всей России. Многие о ней знают. Кто заинтересовался, можете посмотреть летний мой видеообзор. Отмотайте на летний период на канале YouTube. И там я и снимаю, и рассказываю о этом сорте. Вот любителям крупных томатов это подарок, любимый праздник. До свидания. С вами была Ольга Чернова и краткие обзоры всех-всех сортов томатов и перцев.